Здравствуйте! В эфире подсказки потребителю. У нас все самые полезные советы, рекомендации и лайфхаки. И в этом выпуске вы увидите. Навигатор по дополнительному образованию. Записать своего ребенка на кружок и следить за его успехами теперь можно онлайн. А еще онлайн много интересных проектов. Расскажем, что для своих читателей подготовили омские библиотекари. Музыкалка, художка, танцы, туризм, веб-дизайн, финансовая грамотность. Интересам детей нет предела. Только где бы все это найти? Отвечаем. По всем кружкам и секциям обращаться нужно к навигатору. Где его найти и чем он поможет? Сейчас узнаете. Электронная почта подтверждена и мы теперь с вами являемся полноценным пользователем платформы навигатор. Так, а что тут есть? Расскажи. Что тут есть? Здесь есть, собственно, каталог всех программ, которые вы можете выбрать для своих детей. Социально-педагогическое, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, техническое и туристское, краеведческое. Все это направленности дополнительного образования. По ним и распределили все кружки и секции. Пока что на сайте зарегистрированы 800 организаций. И это не предел. Как же тут без интернета разберешь, куда идти и где какая находится? Теперь они все рядышком в одном навигаторе. По адресу r55.navigator.dete. Процедура регистрации проходит быстро, если правильно указывать все данные, говорит методист Никита Воробьев. Основные проблемы это какие-то ошибки, совершенные при регистрации. Допустим, родитель мог зарегистрироваться ранее, потом забывает пароль своего профиля, создает новый, но уже не может в новый профиль добавить ребенка. Почему? Потому что он добавил его в старый. В этом случае необходимо позвонить нам, мы, естественно, окажем помощь. Кроме того, может быть неверно указан муниципалитет, неверно указанная электронная почта. То есть по всем этим вопросам к нам можно обращаться, мы, естественно, окажем всю посильную поддержку. Звонить нужно по телефону 450926, либо писать на электронку. Исток, нижнее подчеркивание, очиирсобакамейл.ру. Возможность заниматься в кружках и секциях должна быть у каждого ребенка, независимо от территории проживания и финансовой состоятельности, уверен руководитель модельного регионального центра доп. образования Виктор Бургер. Нам бы хотелось, чтобы наш ребенок занимался чем-то, но очень рядом с нами. И тогда в системе навигатора просто по карте мы можем найти ближайшее учреждение или ближайшую базу к нашему дому и посмотреть, какие там программы реализуются. И выбрать, которые нам интересны. Я в данном случае говорю как родитель или ребенок. Либо по названию, мы вводим название, нам интересно заниматься футболом. Написали футбол и нам выдаст все программы футбол, которые реализуются в Омской области. Мы опять-таки можем найти, территориально нам удобно, почитать отзывы других родителей и детей, которые на этих программах обучались. Внедрять навигатор начали с января этого года. В полную силу сайт заработает с сентября. Тогда и можно будет выбрать, где будет заниматься ваше чадо. Сейчас в тестовый режим доступна только регистрация. И с каждым днем, по словам сотрудников центра, на платформе появляется все больше пользователей. Каждому присваивается сертификат, так называемый номер с набором цифр. Использовать его тоже можно осенью, когда будете выбирать программу обучения. На часть сертификатов будут начислены финансовые средства. И приходя на обучение в то или иное учреждение, ребенок следует с собой, условно говоря, приносит эти финансовые средства в учреждение. Номинал сертификата обеспечивается муниципалитетом. Это не деньги родителей, это бюджетные деньги. То есть родители смогут за бюджетные деньги оплатить в том числе и кружки, которые, возможно, были платными. Бесплатное дополнительное образование будет по-прежнему доступно каждому ребенку. Единственное, что поменяется, теперь все кружки ваших детей будут находиться в одном месте, то есть в одном навигаторе. Здесь же будет и расписание занятий, и все важные объявления. Омские библиотеки придумали, как развлечь своих читателей на самоизоляции. И запустили несколько онлайн-проектов, где все найти и чего интересного приготовили библиотекари. Мы наведались в пустые учреждения и подготовили для вас материал. Это не традиционный метод рисования, технику рисования – ниткография. Это графическое рисование с использованием ниток. Можно брать любые нитки. И на них наносят краску, на эти нитки, и потом рисуют, складывая лист пополам. Кисти, краски, нитки, листок бумаги и губка. Повторить рисунок под силу даже трехлетнему ребенку. Сначала с помощью губки нужно нанести на бумагу синюю краску. Это будет фон для вашей будущей работы. Затем сложить листок пополам, развернуть и на сгибе на одной стороне нарисовать ствол дерева, ветки и листочки. Снова сложить, чтобы остался отпечаток. Это все только подготовка, ниткография дальше. Отрезаем ниточку и макаем краску. Сейчас у нас белый гуашь. И произвольно, по желанию, можно закручивать, помогая себе. И кончик ниточки оставляем. Теперь берем еще одну ниточку. Промываем кисть и синюю-голубую краску. После снова укладываем нитку на бумагу, как душе угодно. А теперь самое интересное. Тянем сначала, придерживая лис за одну ниточку и вторую придерживая. И вот что у нас получилось. Работа посвящена отрывку из поэмы Руслана Людмила про лугоморье и дуб. Библиотекарь Марина Делимова за время самоизоляции обрела уйму навыков. Не только научилась рисовать и клеить, но и снимать весь процесс на видео. Было сложно. Техники как таковой нет. Держать телефон очень тоже сложно. Ну, старались работать на всю аудиторию, на детей, на взрослых. С помощью взрослых, если дети будут делать. Ну, первое время было тяжело. Сейчас интересно. Все видео размещают в группе библиотеки «Наша маленькая Пушкинка» ВКонтакте. По словам заведующей Татьяны Костеневич, их основная аудитория – это дети и их молодые родители. И для них в сообществе учреждения есть много интересного. Мы размещаем обзоры книг. Из нашего фонда стараемся какие-то книги рекламировать, чтобы заинтересовать. Но в то же время стараемся, чтобы эти книги можно было сейчас найти, все-таки и в интернете почитать. Мастер-классы тоже стали размещать. Первый наш такой опыт был. Раньше мы их не записывали. Хотя у нас в библиотеке, в зале увлечений, проходят мастер-классы там еженедельно, по вторникам. И мастер-классы наши все связаны либо с книжками, либо с какими-то праздниками необычными. А вот уже третий фотоконкурс подряд к очередному празднику проводят сотрудники библиотечного центра «Дом семьи». Вот эта фотография пришла от нашего любимого читателя. Сейчас он находится в городе Краснодар. Вот любимая игрушка ролики. Есть у нас и гимнасты, есть у нас кто играет на гитаре. Готовят, лепят, шьют, рисуют. Талантливых детей тоже очень много. Они поделились своими отработами. Жизнь стала виртуальной, насыщенной. Нет живого общения, конечно, есть только видеообщение. Конечно, этого не хватает как нам, так и нашим читателям. Но мы стараемся сделать все, чтобы им было интересно зайти в нашу группу. Для читателей библиотекари устраивают и громкие чтения. Сначала читают отрывок из какого-либо произведения на диктофон, а затем Нина Можаева монтирует мультфильм, используя картинки и фото из открытых интернет-источников. Все можно увидеть в группе библиотечного центра «Дом семьи». Без читателей мы очень скучаем. Они нам звонят по телефону, они стучат к нам в окна, подходят к дверям. Но время такое тяжелое, поэтому мы всех успокаиваем. Просим подождать, просим потерпеть. Ну и еще хочется сказать, что неравнодушных очень много читателей. Они рвутся в библиотеку, потому что посещаемость в нашей библиотеке «Дом семьи» очень большая была. А теперь большая посещаемость в соцсетях. Найти свою любимую библиотеку в интернете несложно. Почти у каждой сейчас есть страничка в интернете. Уважаемые зрители, мы ждем от вас вопросов-откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. И еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok